Образ для показа Унгаро Я не хотела, чтобы все девушки выглядели одинаково, и чрезмерной элегантности стремилась избежать. Так и получились естественные и уникальные образы. Субтитры создавал DimaTorzok Для Унгаро в этом сезоне мы создаем лаконичный и изящный макияж в центре внимания сияющий тон кожи. Почти не использовали косметические средства, просто увлажнили кожу, нанесли немного консилера и деликатно подчеркнули скулы. Они чуть тронут урумянцем. Для одних девушек мы использовали рассыпчатые румяна, для других – кремовые. Кому что больше подходит. А нижние века подчеркнули черным карандашом, прокрасили им линию роста ресниц. На веках прозрачный блеск, тон кожи сияющий, никакой помады, образ максимально естественный. Черный карандаш для глаз – единственный акцент. В остальном девушки выглядят так, будто и не красились. Мы экспериментировали с оттенками. Выбирая их, принимали во внимание наряд, в котором каждая девушка выйдет на подиум. Поэтому образ и получился столь гармоничный. Источником вдохновения стала героиня бренда. Сильная, гордая женщина, которая выбирает наряды, подчеркивающие ее индивидуальность, вместо того, чтобы прятаться за одеждой. Наши героини с удовольствием носят самые смелые, самые экстравагантные наряды, и при этом всегда остается элегантной. Она просто очаровательна. В палитре представлены чуть ли не все существующие тона, но главную роль играют фиолетовый и фуксия. Особое внимание я уделил выбору тканей. К этому вопросу я подхожу очень серьезно. Ведь материал, на мой взгляд, играет не менее важную роль, чем цвет. В этом сезоне и платье, и пальто стали гораздо легче. Я отказался от тяжелых тканей, сохранив при этом знаковый для бренда строгий крой. Еще одна особенность коллекции заключается в том, что я использовал нетипичные для бренда материалы. Пластик, поливинилхлорид, целлофан, нейлон. Что примечательно, я работал с ними, как с роскошными кутюрными тканями. Перед вами вечерние платья из органзы и нейлона с флористическим принтом, вдохновленным цветами со знаменитой картины Матисса. Отсылки к искусству всегда играли важную роль в творчестве основателя бренда. Вот и я обратился за вдохновением к Матиссу. А вот еще одно платье с принтом, вдохновленным картинами Матисса. На этот раз из поливинилхлоридного пластика. Мы рисовали принт, когда платье было на манекене. Как я уже говорил, мы использовали целлофан. Он украшен фиалками, выполненными из пластика и кристаллов. Предлагаю сочетать этот топ с брюками из типично мужской ткани. Кроем максимально свободные, не сдерживающие движения. Перед вами роскошное вечернее платье. Сзади оно длиннее, чем спереди. Каскад оборок смотрится интересно. Вот как платье выглядит на девушке. Изысканная вышивка в кутерном духе украшает платье из пластика и целлофана. Пожалуй, этот наряд был создан скорее в шутку. Вообще, в коллекции чувствуется ироничная нотка. Перед вами платье с необычным объемным декоративным элементом. Мне это платье напоминает цветок. Определенно, декор вызывает в памяти цветочный бутон. Платье сшитое из легчайшей ткани, органзы, расшитой люрексовыми нитями. Коллекция адресована активным женщинам всех возрастов. Тем, кто ценит свободу движений и индивидуальность. Передаю большой привет всем, кто смотрит канал World Fashion. Добро пожаловать на показ Унгаро. Наряд, в котором я выйду на подиум, выглядит потрясающе. Особенно впечатляет жакет. Рукава из полупрозрачной яркой ткани. Очень интересная находка. Мне нравится, как сидят брюки. Люблю свободный крой. В этом наряде я чувствую себя уверенно. Макияж лаконичный, естественный. Прическа, как видите, тоже. Образ получился цельным, гармоничным. Я чувствую себя прекрасно. Образ подходит для обычной жизни. С удовольствием одевалась бы так каждый день. Больше всего мне нравятся брюки. Кстати, мне предстоит открыть показ. А вот еще один наряд – очаровательная мини-юбка черного цвета и полупрозрачная рубашка, декорированная кристаллами. Я от нее просто в восторге. Продолжение следует... Я чувствую себя настоящим ангелом. Дизайнер использовал легкую, мягкую, приятную на ощупь ткань. По-моему, лаконичный макияж идеально сочетается с нарядом. Привет зрителям канала World Fashion. Меня зовут Кирин. Мы за кулисами показа Унгару. Чувствую себя великолепно. Хочется поскорее выйти на подиум. Уверена, шоу будет незабываемым. Все наряды прекрасны. Мне очень нравится мой образ. В первую очередь за счет открытой линии плеч. Всегда интересно примерить что-то необычное. Прическа и макияж отличные. Они подчеркивают мою индивидуальность. Лайнер придает уверенность. Я в нетерпении. Жду, не дождусь начала шоу. Я в восторге от наряда. Зеленые и розовые – мои самые любимые цвета. Объемный горох смотрится прекрасно. Здорово, что я представляю именно этот образ. Мне идут яркие данные. Продолжение следует... Надеюсь, мы увидим красочные и романтичные струящиеся наряды, которые отлично подчеркивают фигуру. Хочется чего-то игривого и яркого. Жду начала шоу. Рок-н-ролльная нотка и обилие сверкающих текстур – вот за что я ценю «Унгаро». Мне близок стиль бренда. С нетерпением жду начала шоу. Сегодня я с ног до головы одета в «Унгаро». Да и сидеть буду рядом с генеральным директором бренда. Это очень приятное соседство. Очень рада возвращению бренда на парижскую неделю моды. Интересно, как себя проявит новый креативный директор. Всем привет, я Хафид Галан. Вы смотрите «Волдфэшн», лучший телеканал о моде. Я большой поклонник бренда, мне близок стиль «Унгаро». Стиль дома постоянно эволюционирует, дизайнер удачно экспериментирует с кодами. Недавно «Унгаро» возглавил новый креативный директор. Уверен, что и его творчество мне придется по вкусу. Продолжение следует... Коллекция произвела на меня отличное впечатление. Все образы великолепны. Чувствуется влияние японской культуры, которая всегда была для бренда знаковой. Понравились флористические мотивы. Дизайнер виртуозно их комбинировал. Креативного директора можно смело поздравить с удачным дебютом. Больше всего понравилась обувь. Туфли в этом сезоне фантастические. А еще запомнилось изысканное белое платье. Особенно впечатлили кружевные детали. По-моему, образ воплощает элегантность и женственность. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok. Прекрасная коллекция. Мне очень понравилось белое платье с интересным флористическим принтом. Ну, а в асимметричное белое платье с длинным подолом я просто влюбилась. Потрясающий образ. Чувствуется, что дизайнер вдохновлялся искусством. Мне нравится, как он поработал с цветами и принтами. Очень гармонично выглядят сочетания зеленого, оранжевого и белого. Коллекция получилась свежей, элегантной, женственной. Что особенно приятно, все наряды подойдут даже девушкам совсем небольшого роста. Великолепное шоу. Дизайнер вспомнил, с чего начиналась история бренда, и по-своему интерпретировал знаковые элементы того периода. Флористические принты и струящиеся силуэты словно обрели новую жизнь. Сильная коллекция. Больше всего понравился наряд, состоящий из брюк и рубашки, декорированный синими и фиолетовыми цветами, и белый наряд с большим бантом. Субтитры создавал DimaTorzok